Зарёй, как сыграли? Что же вы стоите? Ну что вы стоите? Вот здесь. Збивай до штрафной. Зарабатывай карточку. Зарабатывай штрафной. Человек просто фишки обходит, забивает. Понимаешь? Что Квилле будет дальше говорить нам, понимаешь, в всей стране. Здесь тоже самое. Игрок три раза наносит удар, понимаешь? Все остальные посмотрели. Никто же в отборе не играет. Все сопровождают. Пенальти, до речи. Пенальти, кстати, 100%. До речи, арбитры должны ставить пенальти в таких ситуациях. Они не должны ждать эпизодов. Я уже кольки разів. Ставь пенальти и все. Там дальше думай. Видите, это 15-та хвилина. Взагалі, ну, боротьбы не было. Я не понимаю, кто там играет за честь и совесть клубу зараз. Но пока что мне таки впечатляет, что никто особо там за это все не играет и не выдаётся, и не бьётся. Вновь момент, подождите. Все моменты с воротарского майданчика, практически. Ну, тут... В 20-й минуте уже 5 должно было быть. Причём таких 5... Ну, я вам хочу сказать, что после этого матча у меня, снова таки, закралися сумнивы. Что, может, кто-то, наоборот, может, правый листецкий в том плане, что на кому-то... Ну, молодые рано созрели, да. Горит шапка? Ну, да. Ну, как, ну, подивись, ну, Эдуард, ну, так, ну... Ну, я же говорю, ну, в 20-й минуте 5-0, это минимальный счёт должен быть. Так, ну, не играют в футбол. Мы говорили сегодня о том, что, да, борьбу навязывали и Динамо, и Шахтеру, все команды. Вот мы видим, тут вообще нет речи о футболе. Тут избиение какое-то. Всё продолжилось и далее. Всё продолжилось и в другом тайме. Подивися. Знову таки, бачите, моменты, дуже легко, Бутківский забывает. И никаких эмоций. Типа, тут даже важно не столько, что, да, эмоций нет у игроков в Запорожье. Ну, пропустили, ну, возят, да, грубо говоря. А ни злости, ни... Ничего нет, как бы. Тут гораздо больше, гораздо больше можно вопросов. А, а рассказать можно, правда? Можно гораздо больше вопросов поставить. Если уж идёт такой разговор, то... Тутовицкий. Бачите, до речи, забывали футболисты, которые не играли против Шахтаря. И... И... Вот, до речи, молодой Загорулько вышел на поле. И тут Юрий вернет дуб. Ну, с такой святой позиции, да, хотел, чтобы забил. Тренер всегда хочет, чтобы все моменты реализовывались. Нет, ну, он просто до Загорулька, как раз, он выпустил, дав шанс молодому. Он, до речи, про него очень такого, знаете, очень тепло высловливался, что это надея. И он сподівается на этого футболиста, как на своего вихованца. Видите, тут снова, снова таки момент. И снова, сейчас момент Загорулько, это и не забывает. И уже начали, знаете, десь кулінцы отрястися. Ну, и эмоции Юрия Вернедуба уже ироничные. Он сейчас забьет, забьет. Все, еще впереди. Ну, и вот, это шанс на 86-й хвилин у Запорожьего Металурга. Корнев тут пробил. Мне кажется, просто, что дети в Запорожье не с того начали, правильно, Александр Александрович? Да, да. Да, и все с того, да. Это видно, что не с того. Главное, что кто подсказал этим детям. Или они уже настолько... Да, это подсказали, я думаю, что подсказали. Видите, еще гол забывает, тут еще Караваев головою. Гол, гол. Караваев отдавал передачу. Вин просто найбільше тут, ну, как бы, он пробивал в поворотах. Бачите, тут все-таки отдавал передачу. Сдавалось, что вот, небе, бьет в поворотах. И мог еще и тут за орульку не забить. Да. То есть вы все-таки вважаете, что кто-то подсказал, что они самі до такого додуматься не могли? Ну, я не знаю, гениальные, может, такие ребята. Ну, и тут помилка у Зори. Подивите, Сіваков привозит мяч на власне ворота. И 93-я хвилина забивается мяч. Журахівський забывает? Ну, это Сіваков не будет Сіваков, если он что-то не придумает. Голевой. Голевой отдал красивую. Надо же где-то освежить. А посему я полностью только поддержу. Эдуарда? Да, что это спланированная акция для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы переключить все внимание, так сказать. А вот то, что ввели и на весь футбол вылили ушат грязи. За это, я думаю, и должны ответить. И молодежь, и те, кто им это подсказал. Оксано Сергеевич, ну, сейчас нужно в этой ситуации разобраться для того, чтобы другим не было. Так можно, ну, будь что сделать, правда, Эдуарда? Сейчас можно в любой команде. Ты граешь, ты не граешь, ну, это будет вот такой вот, ну, кавардак просто. Ну, так такого же не было, это же прецедента не было. Я просто не знаю, Колись, Колись рассказывали. Вопросы какие-то, ну, так, чтобы вот так вот явно заявили, там, одна часть команды сказала, что другая часть команды, ну, такого не было, я не помню. Колись я вам хочу сказать, что взагал такого себе уявить не можно было, чтобы оно вийшло из раздягания. Воно было бы в душу вий, напевно, и закинчивалось, правда? Особенно молодежь. С кровью, с выбитыми зубами. Ну, нет, ну, что это... Ну, вот это бардаки привело к тому, что произошло. А это не красит, это, наоборот, пляма на весь футбол и на все то, чем мы занимаемся. Ну, в любом случае, мы будем стежать, как будет развиваться ситуация у этой темы, потому что она очень слезка. И для того, чтобы, ну, все-таки, попробовать разобраться и дать возможность, знаете, ну, как бы, закинчить эту тему, виправдать, чем попробовать спростовать эту всю ситуацию, мы будем стежать. Но хочется так же поговорить про самогру, отдать належное Зори, яка, в принципе, не мала соперников. Багато футболистов зараз делегують Узорю у сборной Украины Луганця. Матч сборной Украины будет очень и очень насечен. Давайте послушаем, что с этого привода сказали и главный тренер луганской команды, и новоспечный футболист сборной Украины. Если из клуба вызывается 7 человек в национальную сборную, нужно быть профессионалами до конца. И когда даже ты выигрываешь 3-0, нужно любой момент использовать и относиться к нему профессионально. Где-то ты даешь себе слабинку, думаешь, что здесь не забил, в следующий раз забьешь, в следующий раз опять в следующий раз. И это превращается в то, что потом можно попасть в такую яму, что очень долго не забивать. И что с травмой, почему замена произошла? Ну ничего, повредил руку, плечо, можно сказать. Я думаю, пару дней будет все нормально. Юрий Николаевич поберег и сказал, лучше не надо. И я думаю, все будет хорошо. Ну тебя по ноге, да, вмазали сзади? Да и по ноге, везде вмазали, по чуть-чуть везде. Нормально все будет, я думаю. Ну в сборной выставили, если тебе был хороший? Обязательно, обязательно. Это даже не обсуждается, в сборную даже без ноги поеду. Продолжение следует...